50 человек заходят в кузов грузовика на Мячковском бульваре в Москве. Отсюда начнётся их полуторачасовое путешествие в жизнь дальнобойщиков. За это время они проделают путь от Магадана до российской столицы, не покидая её пределов. Проект под названием «Карго Москва» представляет собой спектакль-приключения. Благодаря нему можно узнать о нелёгкой работе дальнобойщиков из первых уст. Два опытных водителя Андрей и Роман рассказывают реальные истории из жизни. Демонстрируют видеокадры, запечатлевшие красоты Восточной Сибири и Дальнего Востока. Показывают и фотографии застрявших грузовиков. «Есть ещё такая фотография. Это Рома тоже гнал машину на Магадан, но, как видите, он её не догнал, он её утопил. Её, правда, достали. Ромик, как видите, тоже жив-здоров, он выплыл самостоятельно». Сценарий спектакля написал швейцарский режиссёр Штепан Кеге. В него вошли истории десятков российских дальнобойщиков. «Он считает их водителей, в смысле, теми столпами, на котором стоит современное общество. В общем-то, современный город большой не может функционировать без тех людей, которые привозят товары из разных стран и городов, чтобы мы могли есть, пить, покупать хорошие предметы, одежды и быта». Во время путешествия грузовик заезжает на автомойку. Здесь работает мигрант из Узбекистана. Зрители в кузове слышат рассказ, как тяжело ему приходится. Он моет машины круглосуточно, но работу не бросает. А для дальнобойщиков их труд уже не просто заработок, а образ жизни. «Если честно, для меня это уже дальнобой, это вся моя жизнь. Я с 85-го года дальнобойщик. То есть это уже, как старые дальнобойщики говорят, это уже не работа, это диагноз. Я пытался бросить, но у меня хватило где-то около года. И опять пошел на фуру. Мне нужна дорога. Поехал и поехал». Обоим водителям пришлось учиться общаться с аудиторией и вовремя произносить свои комментарии к видеокадрам. В конце спектакля путешествия зрителей встречают песни. Она тоже и о дороге, и о жизни. «Мне очень понравилось. Понравилось тем, что мне удалось прочувствовать вот эту вот такую какую-то грусть и печаль, которую, конечно же, испытывают водители-дальнобойщики. Вот это вот такая большая часть жизни, о которой мы ничего не знаем». Но водители мечтают снова сесть за руль, чтобы отправиться в дальний рейс. «Смотри, какие трубы мрачные».